Здравствуйте, дорогие друзья! Меня попросили уточнить по поводу параграфа номер 153 в органоне врачебного искусства Ганемана. Поскольку в прошлом видео я разбирал параграф номер 80, и меня спросили, ну как же так? Вы говорите о подборе лекарства на совокупность симптомов и на миазмы, и ничего не говорите о параграфе номер 153, где предписывает Ганеман подбирать лекарства на редкие и необычные симптомы. Я, конечно же, уточняю, я посмотрел органон пятого издания в переводе доктора Сорокина и органон шестого издания в переводе Высочанских. Так вот, это очень важно. И в том, и в другом случае, и в том, и в другом органоне, книге, речь идет о подборе именно на острое заболевание, на острое естественное заболевание. И логика 153 параграфа, она начинается в параграфе номер 150, в котором Ганеман говорит о том, что если пациент обращается с жалобами на небольшие, невыраженные симптомы, то достаточно изменить образ жизни. В 151 параграфе он уже говорит о том, что если все-таки страдания единичные, но выраженные, конечно, надо его обследовать, и мы наверняка выявим менее выраженные симптомы, которые будут составлять совокупность. И вот уже при ярких симптомах, симптомах острой болезни, острой естественной болезни, о чем он пишет в 152 параграфе, мы выявляем, нам не составляет труда обнаружить яркие симптомы, но как же мы назначим лекарства, да, все-таки, какой же препарат мы выберем. И вот в 153 параграфе он уточняет, что в этом случае мы будем хвататься, цепляться за наиболее поразительные, я цитирую, единственные, необычные и специфические признаки и симптомы. Это помогает нам найти наиболее подобные заболевания. Но основное здесь, в моем ответе, состоит в том, что в параграфе 80 Ганеман говорит о подборе лекарства на хроническую болезнь, а в 153 параграфе он говорит о подборе лекарства на острую болезнь. Это, конечно, самое главное, на мой взгляд, конечно. И таким образом у нас по-прежнему на сегодняшний день только два метода подбора лекарств. На совокупность симптомов это более старый метод и более новый, опять же, в хронологии. Самуила Ганемана, подводящий черту под его многолетней деятельностью, это подбор на миазм. А миазмом является инфект, возбудитель инфекционного заболевания. И Ганеман, говоря о миазмах, подразумевал именно этот инфект, возбудители хронических инфекций. То есть, очень важно, опять мы отделяем острую болезнь от хронической. И, соответственно, есть и острые миазмы, острые инфекции. И есть хронические миазмы, хронические инфекции. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Благодарю за внимание.